Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Несмотря на то, что Баран и Дилан говорят Гану Сииту бросить пистолет, он очень решителен и стреляет. Пока Хасан бросается на землю и притворяется, господин Кудрет говорит, что поле ничего не задело. Хасан, который застенчив в Сазаде Ханым, кричит, я умираю. Фират сердит и идет к Сииту, и когда он достает пистолет, Гуль разговаривает с ним и убеждает поступить правильно. Затем, пока господин Кудрет хватает Сиита за руку и отталкивает его, господин Сиит говорит, что Хасан – убийца и должен быть наказан. Господин Кудрет приводит господина Сиита к себе домой и пытается его успокоить и убедить, что нам следует молчать. Он говорит господину Сииту, не выходи из дома, охрана продолжит оставаться здесь, если ты сделаешь что-то подобное еще раз, я убью тебя. Когда Фират позвонил Гэже Сабихе и попросил моего отца не регистрировать инцидент, как вооруженное ранение в вашей больнице, госпожа Сабиха сказала, я разберусь с этим, не волнуйтесь. Когда Сабиха интересуется Диланом и хочет ему позвонить, Хевен говорит, не звони ему, поэтому тебе следует держаться от него подальше еще немного. Господин Джихан Хасан звонит Барану и сообщает, что с ним все в порядке. Когда Дилан говорит, что мне нужно во что бы то ни стало увидеться с отцом, Бэрон не позволяет этого. Поскольку он злится на то, что господин Сиит совершил набег на особняк с пистолетом в руке, он злится и уходит, потому что, если что-то случится с невиновным человеком, он не сможет никуда пойти. Когда Джевдит злится и хватает пистолет, говоря, я убью Хасана, узнав о событиях, Ханифе кричит, хватит, хватит. Выходит Цеврии и говорит, я не беру этот пистолет в руку. Что с тобой происходит? Ты думал о мертвых и забыл о живых. Если ты возьмешь этот пистолет в руки, все будет кончено. Он говорит, вы не можете видеть меня или своего ребенка, я не буду воспитывать своего ребенка в крови и обидах, и госпожа Ханифе ведет его в свою комнату. Хасан использует эмоции Гэжи Азади и Феррата. Когда Баран говорит, посмотрим, что он теперь сделает, Феррат говорит, прекрати, папа, хватит. В ответ Хасан спрашивает, что я сделал. Джихан говорит, по крайней мере, нерожденный ребенок умер, дядя. Прояви некоторые признаки совести и покидает их. Мисс Азади, не думайте, что этот вопрос закрыт, когда вы увидите Дилана. Что значит держать пистолет перед моим сыном? В следующий раз я убью Сиита собственными руками. Не слишком доверяйте Барану, он тоже Коробей. Приходит Баран и говорит, что вопрос закрыт. Однако госпожа Азади говорит, что это не так-то просто, Баран ага, и уходит. Дилан говорит Барану, я говорил тебе, что это никогда не закончится, и уходит. Затем Дилан звонит Сабихе и говорит, что я хочу у тебя кое-что спросить. Джевдит спрашивает Цеврией, я не мог думать о том, что хорошо, а что плохо, потому что мне было больно, прости меня. Пока они разговаривают, приходит мисс Ханифе и говорит, что Дилан звонил твоему отцу, и сегодня вечером кто-нибудь придет и заберет нас отсюда. Гуль приходит к Ферату и говорит, что ты должен контролировать свой гнев, я не могу быть с тобой все время, я не могу терпеть, что с тобой происходит. Госпожа Ханифе плачет и расстраивается, потому что они не могут вместе поехать за границу. Он плачет и говорит, кто теперь позаботится о Цеврии. Мы снова будем скучать по нашему внуку. Господин Сеет и госпожа Ханифе все готовят и прощаются со своим сыном и невесткой. Баран волнуется, когда долго не может найти Дилана. Он находит его у бассейна и, когда он говорит, поверь мне, я разберусь с этим, Дилан говорит, я доверяю тебе, но я им не доверяю, очевидно, что он не остановится. Пока Хавен хочет тайно прийти в дом Сеет-Бея, Харун замечает ее и немного избивает. Когда господин Сеет выходит и видит Хавена, он понимает, что тот знаком и уходит. Дилан позвонил Гэжи Сабихи и попросил помочь защитить Сеет-Бея. Как раз в тот момент, когда Дилан собирался сказать это, телефон Барана звонит, и звонивший сообщает ей, что Сеет-Бея ушел. В то время как Баран злится, говоря, найди их немедленно, если они пострадают, я уничтожу тебя, Дилан говорит, я знаю, где они, и говорит, что им нужна помощь от Сабихи Ханым, и говорит, что они останутся в ее доме. Когда Баран спрашивает, почему ты занимаешься бизнесом без моего ведома, Дилан отвечает, что если бы я сказал тебе, ты бы не принял это, потому что тебе не нравится Сабиха Ханым. Госпожа Ханифе и господин Сеет приходят к Гэжи Сабихи и благодарят ее. Госпожа Сабиха говорит, что слово Дилана – моя команда. Баран очень расстроился из-за этого поступка Дилана. Но Дилан говорит, что я не собирался причинять тебе боль, я просто чувствую себя очень беспомощным. Когда Баран затем поворачивается к Дилану и говорит, я тоже чувствую то же самое, но все пройдет, все закончатся, Дилан плачет и говорит, я так устал бороться с этой обидой и ненавистью. Баран говорит, не плачь, я не вынесу твоего плача, я могу все преодолеть. Когда он обнимает тебя, Дилан говорит, оставайся со мной все время, хорошо. Ханифе Ханифе и Сеет Пей вместе плачут и разговаривают с дживдетами. Они приведут Барана Дилана провожать Сеет Пея. Господин Сеет приходит к госпоже Сабихе и сообщает ей, что Баран прислал своего человека, и они нас заберут. Когда поднимается тема Дилана и госпожа Ханифе говорит плохо, господин Сеет злится и уходит от них. Затем, когда Ханифе Ханифе сказал, что из-за него мы были вынуждены покинуть нашу родину и что он перевернул наш дом вверх дном, Сабиха Хан не выдержала и дала ему пощечину. Ханифе потрясена и не может понять эту пощечину, поэтому госпожа Сабиха рассказывает все факты, говоря, что Дилан моя дочь. Когда госпожа Ханифе рассказывает, через что ей пришлось пройти все это время, и говорит, что я не сожалею о том, что сделала, госпожа Сабиха говорит, вы должны извиниться перед моей дочерью, она совершенно не заслужила того, что вы сделали. И если ты кому-нибудь это расскажешь, я уничтожу тебя и уйду, расплакалась Ханифе. Госпожа Азади приходит к Барану и просит Хасана остаться в особняке. «Если вы выгоните моего сына отсюда, я не отдам вам права материнства», — говорит он. Когда господин Кудрец спрашивает, вы знали, что собирался сделать Хасан, госпожа Азади уходит, не ответив. Пока поэт сообщает Дживахиру, что поставка идет по плану, Хавин осуждает их и уничтожает телефон. Госпожа Кадер находит ожерелье Гуля и спрашивает господина Кудреца, хорошая ли эта вещь. Госпожа Кадер расстраивается, когда господин Кудрец спрашивает, продаст ли она очень ценную вещь. Он говорит, нет, я не продам, это не так. Господин Кудрец говорит, что мы семья, если вам что-нибудь понадобится, мы здесь. Госпожа Кадер говорит, нет, сэр, берет ожерелье и уходит. Дилан приходит в дом Сабихи Ханым с бараном и обнимает господина Сиита за шею как отца. Тогда господин Сиит застенчиво просит прощения. Дилан, я тебя простил, в моем сердце нет ни слова правды, но если есть, молодец, попрощайся со мной, мой отец, и обнимает господина Сиита, сказав моей дочери, молодец. Госпожа Сабиха пристально смотрит на Ханифе и ждет, пока она извинится. Когда госпожа Ханифе сказала, прости меня, Даял, я не смогла дать тебе ту любовь, которую ты заслуживаешь из-за страха, она говорит, теперь я стала Диланом. Если я не прощу тебя, я смогу, я не хочу продолжать свой путь, я не хочу жить с этим временем. Затем он говорит, плача, я бы хотел, чтобы ты не оставил меня в стороне, разделяя свою любовь. Говоря, будьте уверены, я тоже вас прощаю, госпожа Ханифе и госпожа Сабиха тоже плачут. Господин Сиит поручает Дилана Барану, и госпожа Ханифе благодарит его за все. И они садятся в ожидающую их машину и уезжают. Дилан смотрит им вслед. Когда телефон Барана звонит, он уходит от Сабихи Ханым и Дилана, а Сабиха обнимает Дилана и говорит, ты очень хороший сын. Они снова обнимаются, а Дилан плачет и говорит им, что чтобы не случилось, я все равно очень их люблю и буду очень по ним скучать. Баран также разговаривает с господином Кудретом и сообщает ему, что мы добрались до папки Сабиха на компьютере Керема. Когда Дилан отрывает голову от груди Гэжи Сабихи, ее волосы застревают в медальоне. Когда медальон Сабихи раскрывается, Дилан шокирован, и они влюбляются друг в друга. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.